Клеточные биологи, гистологи, генетики, патологоанатомы, ортопеды, травматологи – все это только часть приглашенных специалистов для Всероссийской конференции, которая проходит в стенах Рязанского государственного медицинского университета. По словам организаторов, докладчики ожидаются практически со всей России, от Калининграда до Новосибирска. Также будут и два гостя из-за рубежа – Стокгольма и Италии. Роман Деев, один из организаторов, сообщил, что назвать этой конференцией сложно, скорее служебное совещание, ведь после каждого доклада специалисты будут обсуждать вопрос и даже многие разработки коллеги наверняка возьмут на вооружение. Совместно в течение двух дней будут решать вопросы о разработке эффективных способов лечения пациентов с какой-либо патологией скелета. Улучшение качества жизни этих пациентов – это одна из существенных задач здравоохранения. Но использовать наши тканевые резервы, так называемые резервы регенеративной медицины – это, в общем, передовой край науки. Поэтому мы должны собраться, обсудить и научиться их использовать. В настоящий момент большая группа пациентов испытывает проблемы со здоровьем, связанные именно со скелетными тканями. Это могут быть врожденные заболевания, поражающие скелет, последствия травм или результат дорожно-транспортных происшествий. Все эти патологии серьезно сказываются на жизни самих людей. И специалисты узкого профиля организуют подобные конференции, чтобы обсудить, как далеко продвинулась медицина. Эта конференция собрана крайне своевременно, потому что накопилось много данных, которые после обсуждения могут быть внедрены в клиническую практику. Внедрены и путем реконструкции, создания новых банков костной ткани, и новые технологии лечения разных видов патологий костной и хрящевой ткани. Многие участники конференции рассказали, что ждут выступления докладчиков из Стокгольма и Италии. Если раньше российские разработки были в числе передовых, то сейчас страна немного отстает от своих коллег. И обмен опытом в настоящий момент очень важная составляющая. Однако и России есть чем похвастаться. Сегодня многие центры разработали свой биоматериал, который можно использовать вместо металлических имплантатов. На Всероссийской конференции в Рязанском государственном медицинском университете в течение двух дней специалисты будут делиться разработками и обсуждать инновации. Для нас очень приятно, что Рязанский медицинский университет и лично Роман Вадимович выступили вот с этой инициативой собрать на одной площадке специалистов, как разрабатывающих различные трансплантационные технологии, так и специалисты, которые реализуют в клинической практике, проводят доклинические и клинические испытания. Что примечательно, посетить конференцию могли и студенты. В Рязань приехали молодые люди из Казани и Санкт-Петербурга. Оно и понятно, подобного размаха конференций еще не проводилось. Однако наверняка вскоре они будут проходить на постоянной основе. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.